МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Добрый вечер. О событиях уходящего дня вам расскажут корреспонденты телевизионной службы новостей и я, Андрей Григорьев. Смотрите в нашем выпуске. Побежден пожарный гидрант. Вот произошла утечка. Не доехали, приплыли. Коммунальная авария в индустриальном районе привела к транспортному коллапсу. Там где-то черный бистолет на большом кредле. Владимиру Высоцкому посвящается. В Перме актеры театра на Таганке сыграли спектакль об истории любви знаменитого барда. К чему идет наше общество? От живой плоти к киберорганизмам пермики в День Святого Валентина высказали свое отношение к появлению роботов-любовников. Внезапное погружение в водный мир коммунальной аварии на улице Карпинского стало причиной появления огромной лужи на проезжей части. Образовавшаяся водная преграда сковала движение для частного и общественного транспорта. О причинах и последствиях этой аварии репортаж Евгения Гуляева. С раннего утра проезжая часть по улице Карпинского вблизи дома номер один превратилась в огромное озеро. Движение по этой дороге оказалось сильно затруднено. Больше всего не повезло электротранспорту. Одна из вагоновожатых с юмором отнеслась к этому коммунальному происшествию. Ехала в трамвай на работу, а на Карпинке авария. Труба лопнула. Едем и вдруг вагоновожатые объявляют «Уважаемые пассажиры, посмотрите направо, посмотрите налево. У нас тут новый океан». И через некоторое время добавила наш трамвай «Сейчас станет подводной лодкой». Было забавно и настроение поднялось. На период восстановительных работ трамваи номер 10 и 11 следовали по улице Мира до Стахановского кольца. А в центре города трамваи 11 маршрута направили через центральный рынок на Белинского. Такая перестраховка объяснима. Уровень воды продолжал подниматься. Во-первых, это электрический вид транспорта. Когда попадает вода, начинает замыкать тяговый двигатель и вагон перестает ехать. И все вот как, допустим, случилось с этим вагоном. Из-за этого его буксируют. Уровень воды на проезжей части вблизи дома по Карпинскому-1 повысился примерно до 30 сантиметров. Посреди лужи начали останавливаться автомобили, не сумевшие форсировать это водное препятствие. Хуже дела обстояли в самом здании. Погребы наполнились водой. «Там вот столько воды, у меня шок, у меня все трясется, говорю, кошмар». За дело взялись коммунальные службы. Выяснилось, что утечка находится вблизи 23-го дома по улице Карпинского. По словам сотрудников компании «Новогор Прикамья», авария произошла ночью. И дело не в ветхих трубах. «В ночное время при чистке от снега зоны прилегающей к проезжей части дорожной службой был поврежден пожарный гидрант. Произошла утечка, в результате которой затопило дорогу. Трамвай не ходит. Сейчас при отключении два дома, Карпинского 21 и 23, будем надеяться, что к восьми вечера мы аварию полностью устраним». До полного устранения утечки временно останавливали движение транспорта по улице Карпинского от Стахановской до шоссе космонавтов. Автобусы следовали в объезд. Евгений Гуляев, Степан Пепеляев, телевизионная служба новостей. Свободы не лишили. Верховный суд России оставил без изменения приговор в отношении мальчики и 18-летней сестры мальчика из Лысьвы, которого в течение нескольких лет насиловали, истязали, а в итоге зверски убили. Напомним, в январе прошлого года в Пермском крае пропал 10-летний мальчик. По словам его отца, ребенок ушел из дома в неизвестном направлении. Четверо суток его поисками занимались полицейские, следователи и волонтеры. Тело нашли в местном пруду. Выяснилась страшная правда. Мальчика жестоко убил родной отец. В сентябре минувшего года состоялся суд. Общественность была уверена, что за решеткой окажутся все трое. Насильник-убийца, мачеха-ребенка, спокойно взиравшая на изнасилование и пытки, и сводная сестра, мальчика в Лысинском пруду. Закон оказался суров лишь к отцу этой семейки. Признать Овчинникова Юрия Анатольевича виновным в совершении 30 преступлений, назначить Овчинникову окончательное наказание по совокупности преступлений в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима. Сторона обвинения просила супруги подсудимого и его подчередца, получается, Овчинниковым, наказание в виде лишения свободы реально, в частности, по 6 лет лишения свободы. Но суд назначил более мягкое наказание, предусмотренное законом. Напомним, подчередцу дета-убийцы, которой на момент совершения преступления еще не исполнилось 18 лет, приговорили к 4 годам лишения свободы условно. А его жене назначили наказание в виде 5 лет со срочкой до достижения младшим ребенком 14-летия. Обжаловать приговор в Верховном суде попыталась прокуратура Пермского края. Земля раздора. В Пермине утихает спор о судьбе сада Соловьев, вернее, о части территории, находящейся рядом с популярной зоной отдыха в Мотовилихе, между улицами Уинская, Пушкарская и Гайдара. Здесь может быть изменено зонирование земельного участка, после чего не исключено появление новостройки. В районной администрации прошли публичные слушания, на которых обсудили будущее рекреационной зоны. Репортаж Евгения Караксиной. Нет смени парковой зоны на жилую. Страсти вокруг сада Соловьев разгорелись после того, как собственник земельного участка, расположенного по соседству, задумал возведение многоэтажного дома. Потенциальный застройщик считает, что он имеет право претендовать на изменение зонирования. Является ли данный участок частью рекреационной зоны в настоящий момент, он не является. Там частично расположена парковка, частично расположен стихийный мини-рынок. Садовый нуждается в новой застройке. Этот участок, который сейчас выглядит крайне не облагороженным, будет с хорошим домом, с хорошим благоустройством. Этот пятачок относится к зоне Р1, территория парков и скверов. Местные жители против того, чтобы на зеленом участке земли воплощали коммерческие интересы. Появление многоэтажки усложнит ситуацию на дорогах, возникнут трудности с местами в детсадах и школах. Несовершенство наших законов позволило, что вот такие вот уникальные зоны, река, водоохранная зона, прибрежная полоса, все у нас в собственности частных лиц, которые потом продают это все, потом это многоэтажные дома, и потом у нас вообще зелени никакой нет. На сегодня сад Соловьев – популярное место отдыха для жителей близлежащих домов. Напомним, несколько лет назад эта территория была запущена, но местные активисты самостоятельно навели порядок и высадили деревья. В перспективе, говорят местные, этот участок мог бы стать продолжением сада Соловьев. И правильнее было бы думать о том, как его благоустроить, озеленить, построить кафе или спортивную площадку. Проблема в том, чтобы приводить вообще в принципе городские рекреационные зоны в нормальное состояние. То есть, если они существуют, их нужно просто обустраивать, развивать, а не застраивать их. Против проекта выступили и некоторые эксперты. Они считают, что около реки Уинка опасно строить многоэтажку. Активисты запустили сбор подписей в интернете против застройки. Желающие смогут подписаться под этой петицией, адресованной городским властям в соцсетях. В администрации Перми в свою очередь заявили, что никаких поспешных шагов предпринимать не намерены. Оргкомитет публичных слушаний рассмотрит все поступившие от участников заявления. Затем результаты будут опубликованы на официальном сайте администрации Перми. Городские власти поддерживают общественность в вопросе сохранения сада Соловьев. Ранее на территории сада специально была установлена зона парков и скверов П-1, в которой запрещена жилая застройка. Сейчас разрабатывается проект планировки этой территории. Евгения Караксина, Александр Худяков, телевизионная служба новостей. Стало известно, кто и зачем прилетал в Пермь на частном самолете Романа Абрамовича. Накануне мы рассказывали, что в воскресенье роскошный Boeing 767 совершил посадку в Пермском аэропорту, а через несколько часов улетел. Лайнер Абрамовича носит кличку «Бандит» за характерную черную полосу у кабины пилотов, напоминающие темные очки. Эксперты оценивают его в 100 миллионов долларов. Как сообщает ура.ру, на личном самолете миллиардера в наш город прилетала группа зрителей из Москвы. Они посетили спектакль «Лебединое озеро» Пермского театра оперы и балета. Один из пассажиров, директор музея современного искусства «Гараж» Антон Белов, написал на своей странице в социальной сети. В Перми живет и работает одна из лучших балетных труп мира во главе с Алексеем Мирошниченко. Такого кардебалета я не видел даже в Большом. И множество классной молодежи растится здесь же в балетной академии. В следующий раз на Золушку. Издание сообщает, что вместе с Антоном Беловым в Пермь прилетал и бывший руководитель Департамента культуры Москвы, а ныне заведующий учебно-научной лабораторией Центр исследования экономики культуры, городского развития и креативных индустрий МГУ Сергей Капков. В памяти Барда и актера в Пермском театре у Моста вспомнили истории отношений Владимира Высоцкого и Марины Влади. Ее рассказали люди, которые лично знали знаменитую актерскую чету. Артисты театра на Таганке прибыли в Пермь с музыкальным спектаклем под названием «Я, Высоцкий Владимир». Репортаж Юлии Языковой. В театре у Моста повсюду портреты Владимира Высоцкого, а это многим известная книга «Владимир или прерванный полет», написанная его вдовой Мариной Влади. На основе этого издания был создан музыкально-поэтический спектакль. Его авторы, супруги и актеры театра на Таганке Любовь Черкова и Валерий Черняев. Оба артиста в свое время служили в театре вместе с Высоцким. Валерий Черняев, тогда совсем молодой актер, делил с ним гримерку, а также был его дублером в нескольких спектаклях, к примеру, в постановке «Пугачев». Там Владимир Высоцкий сыграл одного из участников «Пугачевского бунта». Его монолог сохранился на старой кинопленке. Позже эту роль Высоцкий передал Валерию Черняеву, дав ему немало ценных профессиональных советов. Вы даже не представляете, как выходить вместо Высоцкого было, как было, и только по молодости, только по глупости. Сегодня я бы никогда этого не сделал. Спектакль под названием «Я, Высоцкий, Владимир» поставили больше 20 лет назад в театре на Таганке. Артисты объехали с ним практически всю страну. Валерий Черняев уверяет, что не старается подражать голосу знаменитого барда, работает в своей манере. Но поначалу зрители относились к этому спектаклю с недоверием. Шли на спектакль с предубеждением. Это очень тяжело. Вы даже не представляете, когда выходишь, ну-ка, ну-ка, ну-ка. И, конечно, это очень тяжело было. И, ну, у нас спасало только одно, что я работал вместе с ним. Я выходил вместо него в некоторых спектаклях и даже пел песни его в театре на Таганке, его песни. И, так сказать, он одобрил это исполнение. Мы не играли Марину, мы не играли Володю. Мы просто рассказывали историю любви как современники. Мы, ну, живя уже почти 40 лет вместе, и, в общем, мы понимаем, что без любви в жизни ничего не может быть. Без любви к друг другу, без любви к творчеству, без любви к своей профессии. Спектакль «Я. Высоцкий. Владимир» состоялся на сцене театра у Моста. У его художественного руководителя Сергея Федотова с Таганкой давние связи. К тому же у мостовцев стала традицией приглашать сюда знаменитых коллег по цеху. Для пермских артистов это полезное общение. Это огромный опыт именно в профессиональном становлении. Это проверка, насколько высок уровень театра у Моста. Можем ли мы держать вот такой европейский уровень, который уже около 10 лет признан. По словам Сергея Федотова, в этом сезоне он планирует поставить свой спектакль, посвященный Владимиру Высоцкому. Юлия Зыкова, Александр Худяков, Телевизионная служба новостей. 14 февраля в мире отмечают Международный день дарения книг. Этот праздник зародился в семье американского книжного блогера Эми Бродмор. Пять лет назад ее сын спросил, почему нет дня, когда люди дарили бы друг другу книги. С тех пор активисты ежегодно проводят праздничные акции в разных странах мира. Мероприятия проходят и в пермских библиотеках. В одной из них побывала наша съемочная группа. Фонд детской библиотеки имени Гайдара в этот праздничный день пополнился несколькими сотнями книг. Люди принесли в дар пособия по рукоделию, домоводству, классические произведения из школьной программы, справочную литературу и брошюры для самых юных читателей. Это книжка Бэмби для маленьких, потому что я знаю, что я сама любила очень Бэмби, и другие любят. И чтобы мультики не смотреть и почитать историю лучше. Вот сегодня, допустим, у нас пришел ребенок, нет книги по немецкому языку, и нам уже ее подарили. Пожалуйста, литература учебная, мама была очень довольна. Мне понравилась книга «Алиса в стране чудес» Юса Кэрролла. Вот я ее сейчас читаю. Я знаю еще книгу Гайдара Аркадия, Тимура и его команда. В интернете есть все, а у нас то, что нужно. Это любимая поговорка библиотекарей. Они отмечают, что пора возрождать полузабытую советскую традицию проводить свободное время в читальных залах. Бывают вот такие дети, которые читают в страшилке, в страшилке, детские десктивы. И вот такому надо тихонечко подсунуть. А прочитай-ка «Остров сокровища», а прочитай-ка «Том Сойера». Когда читают, я говорю, да, правда, интересные книжки. И еще я обращаюсь к родителям. Ребенок хочет, чтобы его записали в библиотеку, а родители даже не приходят, не записывают. Вот это, я считаю, их родительский долг. Книги в библиотеках готовы принять и в любой другой день. Можно пожертвовать литературу также школам, детским домам и больницам. Евгения Караксина, Елена Яговцева, Михаила Ситрова, Телевизионная служба новостей. От живой плоти к киберорганизмам в ближайшее время в продаже появятся роботы с функционирующими гениталиями и искусственным интеллектом. Американская компания-разработчик утверждает, что высокотехнологичные игрушки для взрослых настолько функционально развиты, что с ними можно будет установить эмоциональную связь. В День Святого Валентина Елена Яговцева выясняла у пермяков, как они относятся к перспективе заменить живых людей на киберорганизмы. Мама, я робота люблю. Инновационный товар для взрослых обещают выбросить на прилавки американских магазинов уже этой весной. Электронных партнеров производитель наделит искусственным интеллектом. В зависимости от нрава они могут упрямиться, прежде чем отправиться в постель, требовать или наоборот раздавать комплименты. Также они получат встроенные нагреватели, которые будут давать телу тепло и датчики, реагирующие на прикосновения, утверждают авторы изобретения. В общем, дело может зайти далеко, ведь в некоторых странах законодательство разрешает жениться на роботах. Впрочем, пермяки не уверены, что заокеанское изобретение быстро наберет популярность. Не-не-не, живем там мужчины, это лучше, и договориться можно. А робот у него что заложено, то и будет делать. Так что за живого. Я думаю, это нужно тем людям, которые не уверены в себе и с роботами готовы на все. А человеческие чувства, они человеческие. Не знаю, для меня не заменит живого человека. Профессор Пемского университета Олег Пенский, ведущий российский специалист в области робототехники, автор научных работ о математическом моделировании эмоций, говорит, что зарубежные бизнесмены буквально замучили его просьбами о совместных разработках в сфере роботов для взрослых. Ученый говорит, что научить куклу распознавать эмоции своего партнера при современном развитии технологий достаточно просто. Но он лично даже слышать не желает о подобном сотрудничестве. Считает, что роботы должны заменять людей в других сферах, но не в этой. Технически это возможно с помощью применения математической теории. Подбирайте, грубо говоря, и партнеров, чтобы хорошо было обоим и так далее. С чьим уйдет наше общество, когда предлагают создать сексуальность, пусть в Америке делают. Мы не американцы, понимаете, там у них свои, всем диктует рынок. И вот, знаете, меня порой удивляет, что рынок полностью порой уничтожает всякие моральные аспекты человека. Понимаете, чем должен жить человек. Я боюсь, это будет больно. Патрисия, познав любовника-робота... Ты уже не захочешь мужчину. Никогда. Фантастические представления о будущем 10- и 20-летней давности становятся реальностью. Современные технологии все глубже проникают в жизнь людей. По всей видимости, не за горами появление, к примеру, роботов-собутыльников. Правда, большинству россиян такие изобретения не по карману. Ведь, положим, цена интимного заменителя человека составит порядка 15 тысяч долларов. Елена Иговцева, Михаил Осетров, Телевизионная служба новостей.